В рамках празднования десятилетия проекта «Школа Росатома» народная артистка России Елена Яковлева встретилась с саровскими педагогами. Творческая встреча больше напоминала дружескую беседу за чашкой чая. Настолько открытая и непринужденно знаменитая актриса делилась со сцены фрагментами своего детства, мечтами и историей становления в кино и театре. Так Елена рассказала веселый случай, который произошел с ней на вступительном экзамене в ГИТИС. Как сломанный стул и неловкое положение при чтении басни «Ворона и лисица» сыграло ей на руку. Стало неудачно, что это место, на котором обычно сидит, оно было, ну знаете, как это можно было снять сразу. Ну я его как-то вот так вот сняла и этим этим местом я вот в эту дыру собрала. И получилось, что на ней ворона собралась. У меня вот там вот две ради торчат. Вот там вот моя голова. Елена дала понять зрителю, что любая жизненная неурядица может обернуться удачей. По словам артистки, многое нужно принимать с позитивной точки зрения. И за дня в день она не перестает благодарить судьбу за творческий и жизненный путь. Одними из самых популярных работ Елены Яковлевой до сих пор остаются «Интердевочка» и «Каменская». На постоянной ассоциации с главными героинями оттуда артистка не обижается. Наоборот, горда участием в этих картинах. «Интердевочка» сама тема в тот момент, конечно, это было очень смело и тому подобное. И как-то это, наверное, благодаря теме разлетелось. Ну, это вот одна из последних картин всего нашего периода, которую просмотрел практически каждый человек, живущий в Советском Союзе в огромном. Поэтому такой вот, ну, у меня хороший, удачный старт был. Сейчас в копилке Елены Яковлевой десятки ролей в театре, кино и телесериалах. Уже около пяти лет она участвует в программе «Школа Росатома» в качестве жюри и наставника юных дарований. Сначала возникла мысль о фестивале закрытых городов. Детским творческим коллективам предстояло снять небольшие игровые зарисовки. Нет, у нас превратилось в театральный фестиваль закрытых городов. И мы пересмотрели все эти спектакли. И потом лучших ребят, которые нам больше всех понравились, как актеры и как участники вот этого театрального коллектива, мы их пригласили в Москву и отрепетировали сначала спектакль «Немаленький принц». И потом вот спектакль, посвященный Великой Отечественной войне. На встрече с педагогами Елена Алексеевна отметила важность их работы, поблагодарила за вклад в воспитание молодого поколения. Впервые она посетила наш город, когда он еще был Арзамасом-16. Тогда прогуляться не получилось. Зато в этот раз артистка успела посетить святые места и познакомилась с Саровым поближе. Посмотрела, как восстанавливается монастырь и походила в пещерах. Конечно, тут есть какое-то такое святое место. Поскольку вы тут живете, наверное, у вас нет такой возможности это каждый раз чувствовать, каждый день. На меня произвело впечатление и камень, и дерево особенно, огромнейшая сосна, сплетенная корнями. На протяжении творческой встречи у зрителей была возможность задать вопросы народной артистке. В завершении вечера Елена Яковлева по традиции оставила автографы и сфотографировалась с гостями. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.